Время встречи изменить нельзя. Согласно дорожной карте, запланированной на 23 декабря, совещание с застройщиками и дольщиками жилого комплекса «Изумрудная долина» состоялось. На повестке несколько пунктов, за каждым работа, то, что компания «Трестмос обоустрой номер 6» успела сделать с момента последней встречи. По первому пункту, там, где необходимо было оказать содействие компании-застройщику, ОАО «Трестмос обоустрой номер 6» в сборе пакетов документов для подачи в кадастровую палату. Данный пункт исполнен, пакет документов подготовлен, сдан в кадастровую палату, и до конца года все паспорта на квартиры будут получены. На сегодняшний момент, скажу более того, уже получена первая регистрация, да, Сергей Иванович? То есть уже право зарегистрировано. По словам директора «Трестмос обоустрой номер 6» Сергея Самохина, из 61-й квартиры документы на 47 уже переданы в регистрационную палату. Четыре дома поставлены на кадастровый учет после декабрьского совещания. Также 20 декабря на кадастровый учет был поставлен 31-й корпус. Началась работа по регистрации дольщиков. Следующий вопрос – оказание содействия в получении разрешения на строительство. Документы направлены в Министерство строительного комплекса, правительство Московской области. После рассмотрения проекта планировки на территории, на градостроительном совете, будут выданы все разрешительные документы от сходотайства администрации подготовлены, направлены как по МСЭДу, так и наручно в правительство области. Так как мы добавили, согласно новым ТЭПам, школу на 880-240 детский садик, нам сказали, сперва утвердят проект планировки и после этого выдадут разрешение строить. Согласно проекту, в Изумрудной долине запланировано 95 малоэтажных домов. Из них возведены меньше половины. В начале декабря только пять были введены в эксплуатацию. Дольщикам ЧИ корпуса планируется строить лишь в 2017 году. Предлагается альтернатива – жилье в уже возведенных домах. Как отметил Сергей Самухин, 50 человек изъявили желание получить квартиры пораньше, еще 50 – в раздумьях. У нас 17 домов третьего квартала, из которых 5 введены. Мы на себя там сейчас даже без кредита берем обязательство, что в 4 месяца мы доведем их до состояния ЗОСа и уже будем получать на них разрешение на год. На встрече в начале декабря глава района Андрей Иванов четко обозначил позицию по долгострою. Во избежание недопонимания, застройщик должен встречаться с дольщиками регулярно. По этому пункту у представителей инициативных групп вопросов к трестмособлстрой номер 6 не было. Еженедельно по четвергам каждый желающий может присутствовать на планерках компании. Зато заявленных фотоотчетов два раза в месяц дольщики из Умрудной долины так и не дождались. Еще одна тема – неработающие ливневки. Сергей Самохин пояснил, на создание полноценной системы водоотведения необходимы 25 миллионов рублей, пока все средства идут на строительство жилых домов. Ливневые очистные, они еще монтируются, поэтому мы там пока ставим насос и качаем воду в пруды. Ну это была нормальная ситуация. Сейчас все стояло, но на самом деле это… Когда станция заработает? Станция заработает в июне, в июле. Для этого заканчиваете монтаж станции? В завершении совещания представители инициативных групп поблагодарили администрацию района за активное участие в судьбе дольщиков из Умрудной долины. Следующая встреча запланирована до начала февраля 2016 года. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.